Добрый вечер, дорогие братья и сёстры! Это размышления в контексте последнего времени. И сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным фрагментом размышления касательно этого фрагмента из Библии. Это книга Откровения, 2 глава, мы прочитаем 8, 9 и 10 стих. Интересно то, что сейчас среди верующих, которые активно ожидают Господа, которые различают время, много обсуждений есть касательно этого стиха, и я хочу поделиться своими наблюдениями, своими соображениями на этот счёт. Итак, книга Откровения, 2 глава, 8, 9 и 10 стих. Это послание к Смирнской церкви. Напомню, что Смирнская церковь, наряду с Филадельфийской, это те две церкви, которые получили от Господа Иисуса Христа одобрение в противовес остальным пяти церквям, которым Господь в той или иной степени вынес укор. И вот интересно, смотрите, что говорит Господь. Ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мёртв и сежив, зная твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат. Тоже, кстати, вот заметьте, интересно, что Господь говорит, «Я знаю твою нищету». Он говорит, это церковь истинной своей церкви, близкой с Ним. Впрочем, он говорит, ты богата. Вот мой взгляд на тебя. Вот реально, как я вижу тебя, даже если тебе приходится сейчас в этом мире проходить скорбное время, и оно тяжёлое с точки зрения материальных каких-то ценностей. Интересно, что это сказано в противовес Лаодикийской церкви, которая считает, наоборот, себя богатой, и в этом мире, возможно, чувствовала себя комфортно и богато, но тем не менее, когда Господь говорил Лаодикийской церкви, Он говорит о том, что «А я, как свидетель верной истины, как настоящий аминь, говорю тебе, ты нищая, слепая, нагая, я советую купить у тебя, у меня настоящее богатство, настоящее золото». Тоже такое вот интересное сравнение, да, что сейчас вот церковь, как говорит наш брат Андрухсишин, фальшивая, она богата, она сверкает, она красиво выглядит, но она не плева перед Богом. И то послание, которое она говорит, это не послание, соответствующее тому времени и тому Евангелию, которое Господь сейчас открывает миру, открывает церкви. А вот Смирнская церковь, действительно, ходящее в духе Господнем при всех своих испытаниях, тем не менее, Господь говорит, «Ты богата, потому что ты богата верой, ты богата близостью со мной, дарами, мудростью, а самое главное, тем посланием силы, посланием моим словом, которое я хочу, чтобы звучало сегодня в этом мире и в теле Христовом». Итак, продолжим девятый стих. «Знаю твои дела и скорбь, нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а не таковы». Но с Боричей Сатанинской тоже, да, где-то вот параллели с сегодняшним днём вы наверняка просматриваете. «Не бойся ничего», вот ключевой десятый стих, «не бойся ничего, что тебе надо бродит претерпеть, вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять, будь верен до смерти, и дам тебе винен жизни». Вот интересно, что это слово сказано, да, конкретной церкви в конкретный исторический период, но мы знаем, что вообще вот послание церквям в книге «Откровения» не имеет так называемую пророческую перспективу. Это образ церкви на протяжении вообще всего периода церкви за две тысячи лет, и, конечно же, я тоже разделяю эту точку зрения, как и многие богословы, касательно того, что состояние церкви в последнее время перед приходом Господа Иисуса Христа, вот оно будет во многом соответствовать вот этим семи состояниям, в которых церковь пребывала тогда, те исторические церкви, к которым было адресовано послание Иоанна. И сейчас действительно мы можем говорить о том, что церковь находится в лаодикийском периоде, то есть в периоде роскоши, но духовной близорукости и слабости. Хотя, конечно же, лаодикийский период, он не только лаодикийским состоянием ознаменован, даже в самом лаодикийском периоде, безусловно, церковь переживает, верующие переживают и находятся в разных состояниях. И в том числе, конечно же, сейчас есть верующие, которые имеют вот этот филадельфийский, этот смертский дух. И интересно, что Господь говорит о вот этих временных страданиях. Здесь говорится о десяти днях. Десять — это такое символическое число. Я думаю, что, во всяком случае, в пророческом ключе не имеется в виду конкретных десять дней, как бы некий короткий период страданий, которые нужно будет пройти истинным последователям Господа. И вот я вполне склоняюсь к тому, что сейчас церковь где-то уже вошла в этот период. Это не период Великой Скорби, но просто перед периодом Великой Скорби, перед тем, как Господь заберёт свою невесту в контексте Харпадзо, в контексте восхищения, в рамках восхищения. Истинная церковь, возможно, сейчас пройдёт как бы некий такой период коротких страданий. То есть как бы вот это состояние скорби, которое приближается, оно повеет. На церкови его, естественно, в первую очередь прочувствует именно настоящая истинная церковь, которая доверяет Господу, которая не хочет мириться сейчас с Духом этого мира, которая пребывает в Духе Святом и которая сейчас остро чувствует вот это вот противостояние. И об этом, как я уже сказал, многие сейчас, братья и сёстры, рассуждают. И многие говорят о том, что да, я вошёл в этот период, я сейчас чувствую определённые или финансовые трудности, или какое-то притеснение со стороны братьев, лже-братьев, да, в своей среде, среди родственников, там, на работе. То есть вот такое, да, государство давит, как бы сейчас вот эта система мира давит, чтобы верующие прогнулись, приняли эту метку и были готовы как бы проявить покорность. И вот интересно, что здесь в 10 стихе тоже написано, что как бы будет дьявол ввергать из среды вас, то есть как бы некоторых людей. То есть понятное дело, что речь не идёт о тотальном сейчас состоянии всех посвящённых Господу людей, в каком-то скорном состоянии. Но многие это уже обнаруживают. Многим, возможно, придётся в ближайшее время с этим столкнуться. Мы верим, Господь даёт обетование, что это продлится недолго, да, дней 10. Но Господь говорит, будь верным до смерти, и я дам тебе винет жизни. Пусть эти слова сейчас станут подкреплением для тех людей, кто проходит, кто сейчас узнаёт себя в этом состоянии, кто возложил своё упование на Господа и чётко принял решение противостать Духу этого мира. Ну и в продолжение этой темы хотел ещё интересный фрагмент рассмотреть. Это книга Бытие, 18 глава, 32-33 стих. Здесь тоже интересная, такая вот знаковая, известная, знаменитая история. Описано, как мужи возвестили Аврааму о том, что они собираются разобраться с Содомом и Гаморой. И Авраам, понимая, что там живёт близкий, дорогой для него человек Лот, да и вообще переживая за людей, которые там проживают, он как бы такой вот торг устроил с Господом по поводу того, что говорил ему, что ты, Господь, милостивый, ты любящий, я верю, что ты не попустишь погибнуть и праведником, и нечестивым в одном замесе. И Господь выслушал вот эти вот обращения Авраама, и там у них происходит такой диалог, вы можете его прочитать в 18 главе. И вот два последних стиха главы, они говорят, раскрывают нам, да, показывают нам завершение этого диалога. И здесь написано, Авраам сказал, да, не прогневается владыка, что я скажу ещё однажды. Может быть, найдётся там 10 праведников. Он сказал, не истреблю ради и 10. И пошёл Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в своё место. Тоже вот интересно, да, символизм до 10 человек, да, вот цифра 5-10 такая символичная, до 10 человек Авраам сторговал, да, выторговал 10 спасённых душ у Господа, скажем так. Но интересно дальше, что Господь приходит туда и обнаруживается ситуация следующая, что в этом городе не ушло даже и 10. То есть Лот и его семья, это количество этих людей было менее 10. И Господь принимает решение, Он являет свою милость семье Лота, Он выводит, выхватывает её перед гневом, да, тоже заметьте такие параллели, выхватывает как бы из этого мира, из этой ситуации перед гневом и изливает свой гнев на Содом и Гамору и уничтожает эти города. И интересно, что я вспомнил ещё один очень интересный момент по поводу того, что Бог вообще вот последнее время, скорбная седьмина, особенно вот последние 3,5 года, так называемая Великая скорбь, это излияние гнева Божия, открытие чаш гнева Божия. Бог судит этот мир за кровь праведников, как написано в Откровении. И безусловно, логично предположить о том, что праведники не будут находиться в том же самом месте излияния гнева с нечестивыми в этом замесе, как я уже говорил, тогда, когда Бог судит этот мир именно за кровь праведников. То есть праведников Господь избавляет, Он как бы вынимает из этой ситуации и судит этот мир. Это один из таких сильных аргументов, на основании которого мы доверяем Господу, что Господь заберет свою церковь, невесту до периода скорби. И вот интересно, что с Моисеем, сейчас к нему хочу к истории с Моисеем обратиться, а потом мы вернемся к истории, завершим историю с Лотом. Интересно, что Моисей тоже, вы помните, когда он был с израильским народом в пустыне, Бог несколько раз намеревался уничтожить израильский народ за непослушание. Когда он говорил с Моисеем, он тоже говорил, отойди в сторону, дай моему гневу пролиться. То есть он как бы убирал Моисея и говорил, я не хочу, чтобы ты был во время моего гнева там, потому что я буду изливать свой гнев, и он будет очень суровый. Но Моисей заступал, как глашатый, как такой сторож, как такой посредник между народом и Господом. Он становился в проломе и молил Господа, чтобы Господь пожалел народ, и Господь являл свою милость и пощадил народ израильский несколько раз. Тоже такой вот интересный образ. И вот возвращаясь к Лоту, мы видим тоже такую интересную картину. Господь принимает решение, что эти города будут осуждены, то есть гнев прольется. То есть там не нашлось 10 праведников, ради которых бы он пощадил этот город. Но есть всё-таки определённое небольшое количество праведников, которые он хочет выхватить, забрать перед самым излиянием этого гнева оттуда, что он и делает. Ангелы выводят Лота, но интересно, что когда Лот жил в этом городе, и он, как Писание говорит, он чувствовал, его душа оскорбела, но в общем-то он уже там адаптировался, ему было там более-менее комфортно. И люди уже привыкли к Лоту, потому что где-то Лот, вот как я понимаю, уже такое омершление произошло, где-то он сроднился с какими-то ценностями, бизнес был у него, и как-то он уже адаптировался, и к нему уже привыкли. Может быть, он не особо вызывал какого-то удовлетворения в рамках своих ценностей, которые он транслировал, но тем не менее, видимо, какие-то компромиссные моменты были найдены. Но когда приходят туда ангелы, вот тоже интересный момент, что да, когда Дух Святой, когда Божий Дух активизировался в этом регионе, в этом городе, в этой стране, в этой ситуации, очень сильно активизировались и нечистые духи. Написано, что вдруг вышли эти горожане от молодого, старого, и приступили к дому, и давай требовать Лота, что выводи их сюда, мы будем их насиловать, там, повеселимся сейчас мы. И когда Лот попытался этому воспрепятствовать, они стали наезжать и на него, и говорят, что смотри, если ты сейчас не послушаешь нас, мы уже больше тебя терпеть не будем, чужеземец, мы сейчас и с тобой расправимся. То есть тоже, вот это вот есть такая интересная параллель с отрывком из Откровения, что там Господь говорит Смирнской Церкви, праведникам Смирнской Церкви, о том, что вам предстоит перед самой славой пройти небольшое испытание. И будьте верны до смерти, и я дам вам видеть жизни. Так и с Лотом, перед тем, как Господь выхватил его от суда, выхватил из этого состояния. Лот почувствовал дыхание этой скорби, этой смерти наступающей, вот этого нечестия, которое Бог будет судить, потому что стали приступать, стали угрожать, и Лот реально находился в состоянии угрозы, страх подступал, потому что с ним могли расправиться. Но, конечно же, ангелы, которые там присутствовали, Божья рука, действующая через них, они заградили возможность этим нечестивцам приступить к Лоту. Мы читаем там, как это произошло. Поторопили его и вывели. И после того, как Лот вышел оттуда с семьёй, пролился гнев Господь. Вот интересные такие размышления. Сегодня я хотел с вами ими поделиться, согласно книге Откровений, параллели такие и с историей с Моисеем, и вот история Авраама, Лота, цифра 10. Так что действительно, вполне вероятно, мы можем рассматривать вот этот стих из книги Откровений, особенно 10 стих, где говорится о том, что праведникам такой, да, вот принять, скажем, такой пророческий образ, применить его к настоящему времени, о том, что не исключено, что действительно сейчас Церковь, настоящая невеста Христова, вступает в такой непростой период, когда нам нужно будет перед самым восхищением быть верными до конца, пройти какие-то определённые притеснения, которые, возможно, сейчас нас захватят, потому что, ну, мы все видим, что наступает, активно людей принуждает принимать метку, система работает полным ходом для того, чтобы уже своей кульминации достичь в середине седмины, которая тоже, я верю, что уже буквально вот-вот наступает, и, соответственно, да, многие сейчас претерпевают испытания, там, лишаются работы, да, и вообще просто люди сейчас, да, очень сильно стеснены вот этой вот позицией, давящей со стороны, властей, вот, поэтому, дорогая Церковь, держись, что бы ни было нам суждено пройти, мы это сможем пройти, укрепляйтесь Господом, знайте, что Бог приготовил нам венец жизни, и пусть победа Господа Иисуса Христа отобразится в вашей жизни и в Его славном явлении, когда мы вместе с Ним встретимся на облаках. Маранафа, Господь грядет.